Первый и единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Телерадиоканал. Один на всю страну. 18.03 минуты здесь Майк Войс, здесь наконец-то Лиза Калинина обрела своего эфирного мужа. Здесь вообще куча сюрпризов. Здесь не только мы, потому что мы сидим, это явная примета, что у нас есть сегодня гость. Давай представляем нашего гостя. Друзья, мы с удовольствием открываем наш понедельник, сентябрьский, так скажем, сезон осенний. У нас в гостях сегодня актриса, между прочим, не только русская, а голливудская балерина, основательница Реал Арт Студия Софья Скайя. Софья, привет. Привет, привет. Спасибо, что ты к нам пришла. Софья, вот скажи, пожалуйста, у меня первый вопрос сразу к тебе. Давай. Актерское мастерство сильно в России или не очень? Вот если со всем миром сравнивать. Ну, оно знаменито тем, что у нас все-таки... Театр, основатель, да, российский театр, Станиславский, на весь мир все это прогремело, безусловно. Вот, но что касается кино, все-таки я считаю, что голливудская школа, она все-таки впереди. Но мы упорно двигаем планету. Мы растем, да. Я просто поясню, интервью происходит сейчас в России, поэтому... Я строю здесь радиоканал, куда ты пришла, называется «Страна-ФМ». Ну, просто так, чтобы правильно расставить. Скажи, ладно, чтобы тоже углубиться, ну, да, может быть, и закончить с этой темой. А скажи, а разница в чем вообще, вот, в их школе и в нашей школе? Там все намного техничнее, там более простой подход. Я отучилась в Щуке два года, чтобы понять, в чем разница, потому что этот вопрос мне задавали довольно часто. А сначала было что, Щука или... Нет, все-таки сначала, после хореографического училища, я по первому образованию балерина, я приехала учиться на актерскую профессию в Голливуд. А, то есть ты уехала туда. Вот, я жила там 7-9 лет. Вот, помимо UCLA школы, там, как университет, 4 года, я проучилась у различных педагогов, имела возможность заниматься ними индивидуально. То есть у меня большое количество знаний именно, что касается техники, работы перед камерой, как учить текст, как все это, именно вживаться в роли и так далее. Они учат, как учить текст? Они учат, как учить текст, а разбирают фишки всякие. Я думаю, просто берешь текст, учишь. Ну, не совсем так. Ну, и забудешь текст. Конечно, и забудешь. То есть есть определенная техника. Например, поделюсь. Так. Чтобы выучить текст и не перерепетировать свою роль, его нужно учить флэт. То есть без выражения на скорость. Так. Просто ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, то есть без интонаций? Абсолютно, конечно. Не будет без интонаций. В кадре ты видишь своего партнера и реагируешь уже напрямую на него. Соответственно, если он забывает текст, ты должен реагировать вживую, как это как будто происходит. Просто читаешь, повторяешь, читаешь, повторяешь или там свои какие-то фишки? В зеркало ни в коем случае смотреть нельзя, потому что таким образом мы заучиваем текст, а этого делать категорически нельзя. Мы должны работать от партнера. В этом вся фишка. Именно проживать, как в настоящем времени. Live truthfully under the imaginary circumstance. Друзья, курс английского идет сопутствующим, так сказать, сопутствующим переводчиком. Вполне бесплатно для вас. Можете подтянуть, пожалуйста. Я переведу. Живите правдиво под вымышленными обстоятельствами. То есть, чтобы выучить хорошенько текст, нужно, соответственно, представить себе, понять, где ты родился, что с тобой происходило. Так. Что проживает твой герой. И естественным образом получается так, что никакие другие слова, кроме как те, которые написаны в тексте, ты сказать не сможешь. Потому что ты так и думаешь, как он. А у нас не так учат. Ну, скажу честно, два года в «Щуке» мне, конечно, очень много полезного там тоже я вывела для себя. Так, так. Ну, и много такой вот информации, которая очень, как сказать, образная, она такая абстрактная. Не конкретно, не понятно ничего. Не конкретно, четко. Там очень мало говорится. Там ты встаешь, и на тебе уже начинают тупо делать упражнения, которые необходимы делать при взаимодействии с своим партнером. Здесь очень много лирики, очень много нужно слушать, чего-то понимать. Я, на самом деле, очень много для себя вывела полезного. Это правда. А вот что вывела София? Вот что вывела? Да. Мы узнаем. Потому что, друзья, у нас рекламная пауза небольшая. Бои. Не рекламная, а музыкальная. У нас музыка будет. Таких больше не бывает. Друзья, задавайте свои вопросы, между прочим. 909-928-189-9. Ватсап, вайбер, смс. Напомню, у нас София Скай сегодня в гостях голливудская актриса и тренер. Ты же тренер отчасти? Коучер. Оу, yeah. На самом деле, нас здесь больше, чем трое. Больше, чем трое. Даже не знаешь, в какую камеру смотреть. И с мобильного телефона снимают. И так снимают. Здесь у нас в студии Лиза, Калина, Майк Войс и, конечно, София Скай, которая любезно согласилась прийти и ответить на наши, может быть, даже и провокационные вопросы в некотором роде. Да, мы говорим, мы начали говорить про актерское мастерство, такой ликбес. У нас чем отличается голливудская система от нашей? Смотри, вот у нас модно поступать в театральные вузы и ждешь такой профессиональной оценки, как типа возьмут, тебя не возьмут, прям у 17-летних детей решается судьба, ну и не только 17-летних. Вот в Америке есть такая тема, когда говорят, извини, ты негоден для этой профессии. Это не твое, к станку. Это не твое. К станку, брат. Вот что мне нравится. В театральных вузах это есть. Что мне нравится в голливудской школе, это что абсолютно наоборот, каждый человек может стать актером. И звездой. Абсолютно каждый. И в каждом человеке есть что-то особенное, что-то его личностное, что и нужно приумножить, развить и придать уверенность в себе. Именно этим они там и занимаются. Эти упражнения они как раз и раскрывают из Джона Деппа Джона Деппа. То есть они не говорят, что ты должен быть как Миронов, например. Потому что Миронов был Миронов. Он в свою личность поверил, он ее в себе раскрыл, и он им стал. Не нужно ни за кем повторять. И в каждом человеке, абсолютно в каждом человеке есть что-то особенное. Есть такие чувства, есть те реакции на происходящие события, они абсолютно индивидуальны. Именно в них нужно верить. Я скажу честно, что на самом деле уверенность в себе, вот уверенность в себе, это, ну, практически 90% успеха. Если человек не парится насчет того, как его оценят, как он выглядит, что о нем скажешь, что подумают, правильно это или неправильно, а просто будет понимать, что он родился, он имеет право так чувствовать, так думать и так видеть, это и есть личность. Слушай, ты меня прости, конечно, но я крамольную вещь, может, скажу. Ну, не знаю, мне кажется, 80% наших актеров, они же невротики полные вообще, неуверенные с травмами там все. Ну, они сами об этом говорят, и какая-то уверенность в силах. Скажем так, с тяжелым... Их там гнобят в этих театральных вузах, бьют. С тяжелым внутренним миром, да. Ну, разве нет? Ну, все актеры должны быть невротиками, это и есть чувства, это гиперболизация своих чувств. Вот у меня там что-то случилось, кошка заболела, о, все, кошка заболела, я схожу с мамой. Это должно быть, но оценка самого себя, наверное, все-таки закрывает и замыкает человек. Он закрывается, он не может выдать, да, начинает стесняться, начинает. Выдавать какие-то вещи, которые, ну, в принципе, ему можно вполне, наоборот, в себе полюбить и выдать как за золото. А как ты вот переключаешься, правда? Вот только что у тебя там была драма, души раздираешь, ну, что вон, я не знаю, там, Анна Каренина, а дома надо кошку покормить. Как перестроиться? Вот это и есть техника. Я, кстати, если вам это правда интересно, могу прямо направиться и показать, как и научить вас, как это делать. Приходите ко мне в студию РиалАрт, и мы вам покажем, научим. Есть упражнения, именно те, которые в Голливуде мы проходили много лет подряд. Все начинается с элементарных упражнений на повторение и так далее. Те, которые придумали Майзнер давным-давно, и просто следуя вот этой методике, выполняя эти упражнения, даже если ты не согласен, что они будут работать, даже если тебе кажется, что это все какая-то ахинея, нужно просто слушаться, верить в это, и они начинают работать через какое-то время. Короче, есть определенный алгоритм и схема. Но у нас же тоже, в принципе, есть, и этому обучают. Ну, как, или она слабая, или она другая. Я искренне считаю, что все-таки у нас больше акцент идет на театральную школу, потому что очень много внимания уделяют повторению животных, имитации каких-то предметов, которых не существует. На это прям целый год или даже полтора времени. На воображение. На воображение, на запоминание характера. Кстати, вот у нас в США было такое, что только на втором году обучения мы должны были наблюдать за другими людьми, повторять характер. Если проходит мимо по улице какой-то человек странный, нужно прямо остановиться, следить за ним, несмотря на то, что это невоспитанное вроде как является неприличным. Но нам прям нужно было запоминать, ходить, смотреть, что ими движет, что они так себя ведут, что с ними происходило, что привело их к тому, что они стали такими, что должно было произойти с вами, чтобы вы вели себя так, как этот человек. Все вот это нам нужно было придумать только на втором году обучения. У нас не так. Мне было немножко не так, но это все равно все есть. В принципе, все эти упражнения, они так или иначе существуют везде. Просто именно алгоритм, порядок упражнений, одно исходящее из другого, там мне более понятно. Оно прям идет по очереди. Тебе понятно, что ты начинаешь с партнера, сначала нащупываешь себя лично, понимаешь, кто ты такой. Чтобы было что предложить партнеру. А становишься белым листом, разрешаешь себе быть тем, кто ты есть, понимаешь, на что и как ты реагируешь. Почему ты так реагируешь? Только после этого на этот белый лист ты уже наращиваешь какие-то привычки, смотришь на окружающих, и там уже как-то можешь этим регулировать. А зачем у нас животных все время повторяют? Я никогда этого не понимала. Зачем? Зачем это? Я не знаю. Я черепаха, я... Я не знаю. Но я работала с Марком Дакаскесом. Вот, кстати, хочу поздравить его с премьерой Joe Week, третьей части. Он потрясающе сыграл, очень интересный мой партнер, мой учитель, мой друг ближайший. И вот Марк Дакаскес, он в фильме, в котором мы играли, он мне тоже рассказывал о том, что он представил себе, что он определенная пантера, да? И он двигался как пантера, он был такой мягкий, движение... То есть он был человеком, он не изображал, что он кошка, нет. Это не аватар, да, где на зеленом там рисует, что ты кошка с хвостом. Он просто, его движения становились более плавными, он знал, как смотреть, более острыми. Ему это помогает. Есть инструменты, которые каждому... Которые каждому... Включают. Каждому человеку помогают по-своему. Софья, у нас есть инструмент, который помогает стране FM вообще жить и слушать. Это реклама, друзья. Поехали. Скоро вернемся вместе с нами. Страна FM. 18 часов 21 минута в Москве, 89,9 в Москве, 102,0 в Санкт-Петербурге, 742-я кнопка в Трикалории, страна.фм. Наш сайт, естественно, в Яндекс.Эфире мы есть. И вот это самое интервью на Ютуб-канале Страна FM вы обязательно должны пересмотреть. Да, либо на нашем сайте, друзья. О, у нас горит столбик белым светом. Это значит, что по номеру 495-276-089-9 у нас есть слушатель с вопросом, который дозвонился. И Софья спрашивает, а это подставные? Так, кто бы вы ни были... Так, как вас зовут? Здравствуйте. Виктория, да? Виктория, алло. Меня зовут Виктория. Виктория, вы не подставная, скажите честно. Скажи, мы тебе не платили, чтобы ты нам позвонила. Виктория? Виктория. Виктория сама в шоке. Все, Виктория. Вика, здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Виктория. Твой вопрос, давай. Я хотела бы спросить. Я знаю, что Софья играла на площадках вместе с голливудскими актерами. Испытывала ли она какой-то мандраж перед этим? И как вот все это уверенность в себе? Это важно, наверное, для любой девушки, а тем более для актрисы. Ну, сравнивала ли себя с другими, наверное, еще вот про это, да, все? Да, Вика, спасибо. Ну, да, что чувствовала? Как вот ты боролась со страхом, если он был? Ну, спасибо. Спасибо большое. Классно, да. С 2009 года я... Это радио молчать нельзя. Да, с 2009 года я, собственно, и училась, и жила там, в Америке, и жила в Беверли-Хиллесом, и, в принципе, все соседи. Такого ощущения, что я работаю со звездами, у меня действительно нет, потому что мы ходим в одни и те же рестораны, занимаемся в тех же фитнес-клубах, бегаем по тем же дорожкам, постоянно пересекаемся. У меня очень много друзей голливудских актеров А-класса, и перечислять не буду. Вот, но как раз именно для того, чтобы убирать мандраж, и существует вот эта вот техника, о которой я не перестаю рассказывать. Это техника Майзнера, когда ты перевоплощаешься, ты не являешься собой на площадке уже в тот момент, когда вы только даже знакомитесь. Я помню, что с Кристианом Слейтером мы познакомились на площадке буквально пять минут до того, как нам нужно было играть сцену. Он играл моего мужа, и, в общем-то, привет-привет, меня зовут София, меня зовут Кришна, ну что, пойдем-пойдем, и поцелуй. Вот, такая была история. И, конечно, я не являлась ей, я являлась своей героиней вот в этот момент, и нет, ни с кем я себя не сравнивала. Слушай, вот смотри, а вообще конкуренция, туда приезжают, если, допустим, в Россию приезжают все из страны СНГ, и в Москву сливаются все-все-все, да, там из разных городов, там весь свет, просто весь мир, и лучший, и не лучший. Вот как здесь вообще оказаться победителем, пробиться, вот какую-то для себя методику выработала, стратегию? Не-не, вот там, в переводе, как пробиться там, как быть лучшим? Там все настолько действительно правильно, честно, там проходишь кастинги, занимаешься, не в зависимости от того, закончил ты институт или нет, ты продолжаешь заниматься в студиях, ты участвуешь в проектах, постоянно двигаешься сам, о себе, собственно, беспокоишься, смотришь, какие кастинги где проходят. Если тебя агент не отправляет, пытаешься попасть туда сам, вот, и проходишь кастинги. Действительно, я проходила кастинг на роль в «Черном лебедя», на роль, которую сыграла в итоге... Зачем ты убила мой вопрос? Вот я так хотела спросить, а? Мила Кунис. Мила Кунис, они искали балерину, то есть, я сама балерина, естественно, в DDO агентстве я была представлена сначала как танцовщица, я должна была выучить язык довольно быстро, чтобы поступить в институт как актриса. И уже к тому моменту, как я закончила институт, было известно, что есть российская балерина, которая еще играет в кино. И везде меня отправляли на кастинг на все роли, где нужна была танцовщица, или эстер-геропин, или европейка, или россиянка. Вот, я приезжала на кастинге, я помню, ой, никогда не забуду, как мне жаль до сих пор вспоминать. Что, 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 что? Несмотря на то, что Мила Кунис потрясающе сыграла, я прямо вот почти получила эту роль из-за своего роста. Я помню, как на кастинге я сыграла, все смеялись, были очень довольны тем, как я подобрала этот персонаж. Спросили у меня рост, я говорю, у меня 5-10, что по-русски это 177-178 сантиметров. А Наталья Портман там чуть ли не 160-что-то. А, ну, вот и соответственно, конечно. Я бы сказал, если надо, я на коленях сыграю. Хотите? Ноги отрублены. Ну, подвернул. Я такой в переходе на Арбате видел, друзья. Он подвернул и спокойненько играет. У нас свое шоу, знаешь, что-то, голливудское. Да, работать, работать и работать. То есть вот в этом, да? Таким образом, да. То есть у них вот на этом фоне самооценка не ломается, если там один раз не прошел, второй, третий, пятый. Абсолютно все в Голливуде каким-то образом связаны с киноиндустрией. То ли актеры, то ли режиссеры, продюсеры, операторы, все абсолютно. Любой человек, который работает даже в сфере ресторанного бизнеса, кто подходит, обслуживает, обязательно каким-то... Как в Вололенде. Я каждый раз, когда с Рутрекера смотрю кино, там в конце в титрах написано, и вот этот фильм дал работу там десяти тысячам людей. Там из разряда. Там всегда это пишут, реально. Ладно, друзья, у нас небольшая рекламная пауза. Будьте с нами, мы скоро вернемся. Ура. Телерадиоканал «Страна-ФМ» один на всю страну. А у нас в гостях Собья Ская, актриса, балерина, основательство студии, про которую мы отдельно обязательно... Актерского мастерства. Да, расскажем. Слушай, смотри, вот у нас схожий вопрос, нам слушательница задавала про сравнение с другими. Вот всему ли можно научиться? Вот ты такая по природе своей уверенная, там ни с кем себя с ней не сравниваешь. Либо у тебя была другая жизнь до этого. Либо ты сделала сейчас такую версию себя. Я же изначально балерина, нас там говорить особо не учили, и на камеру мы не работали. Это сцена, там поет душа, идут какие-то движения, мы передаем это сферу. Пластика. Конечно. И когда я приехала в Америку, я в возрасте 19 лет увидела первый раз себя на камеру. И, конечно, для меня это был шок. Я не понимала, буду ли я там смотреться. Бывает же так, что лицо размывается, там, или какие-то... Была абсолютно загадка, пойдет это или нет. Но именно за счет того, что мы начали с того, что мы переносим внимание с себя и работаем не с камерой, не с тем, как ты выглядишь. На это абсолютно всем все равно. Ты должен работать и видеть человека, с которым ты говоришь. Или то, о чем ты говоришь. Это должно быть тебе небезразлично. Мы даже приносили предметы своих родителей или какие-то предметы из детства, которые заставляли тебя окунуться в атмосферу дома, где ты уверен в себе, где все вокруг меркнет. Нету четвертой стенки. Что ты приносила? То есть ты не паришься, да? Какие у тебя уши, нос, губы. Абсолютно. Он на меня смотрит. Мы возвышаем значимость того, о чем мы говорим. Допустим, есть упражнение. Называется Physically Difficult Activity. Где нужно сделать оценку предмета максимально важным для тебя. Берется пленка, кассетная пленка, она ломается. Пленка вот так вот зажевывается, руками мы ее путаем до такой степени, что ее практически или вообще невозможно распутать. Задача. Задача актера представить себе, что на этой пленке было что-то жизненно важное для тебя. И вот каждый, для кого что жизненно важно. Кто-то может представить себе, что там было последнее послание моей матери, которая сейчас в больнице, и вот пять минут назад я узнала, что она умирала. И так далее. Каждый человек. Но делаем это действительно максимально важным и не очень далеким от реальности. Представляем себе эту ситуацию. И таким образом пленка оживает твоих рук. Она становится очень-очень необходимой для тебя, чтобы ее распутать. Тебе дается 10 минут. Ты ставишь себе задание, что должно произойти через 10 минут, почему ты должен ее распутать. Через 10 минут я должен поехать туда, туда, туда сделать, да, ты создаешь себе обстоятельства. Начинаешь их распутывать. К этому добавляется, что к тебе заходит лучший друг, который понятия не имеет, что у тебя произошло и как важна эта пленка. Он заходит просто попросить у тебя сахара, потому что он делает пузинг в дню рождения своего друга. Он стучится в дверь, и твоя реакция. У тебя есть отношение к лучшему другу, и есть жизненно важная необходимость распутать эту пленку. И мы делаем это на упражнении повторяем. Какой, как ты выглядишь, ребят, когда ты понимаешь, что там для тебя жизненно важное, у тебя полностью вся мимика с лица падает, ты максимально некрасивый, ты плачешь, ты думаешь, тебе вообще наплевать, во что ты одет и что. У тебя есть эта задача и эта задача. И все, ты фокусируешься на этом. Конечно, если ты действительно веришь в предлагаемые обстоятельства, если они правда для тебя важны, ты не врешь, то то, как ты выглядишь, и что ты говоришь, и что у тебя там за правым ухом становится, ну, совершенно неважно. Плюс, есть огромный плюс, что на площадке есть люди, которые всегда побеспокоятся о том, как ты выглядишь. А, понятно. Гримеры. Слушай, я только сейчас понял. Я вот когда сегодня засор пробивал перед эфиром, опаздывал, понимаешь? Вот это я был звездой, понимаешь? Меня можно было снимать абсолютно. Искренне, да, было все? Причем погрузился в обстоятельства. Если что-то падает и идет не по плану, это считается для нас на вес золота, потому что именно там настоящая реакция актера происходит. Настоящий кадр. Ты действительно реагируешь, не контролируя свое движение, свое лицо, и происходит реальность. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. 1838 минут. У нас нет отбоя от звонков. 495-276-089, еще один дозвонившийся. Наташа, да? Да. Наталья, привет. Наталья, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Ваш вопрос? Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что Софья очень хорошо выглядит. Вот, сделать ей такой комплимент. Спасибо. Вопрос у меня следующий. Вот я бы хотела уточнить, какой у вас любимый вообще жанр. Может быть, это хоррор, может, это мелодрама, а может, это комедия. Комедия, конечно. Вы не даете предпочтения. Спасибо большое. Комедия, комедия, конечно же. И училась я больше на комедию. И как-то этот ритм у меня получался там в США. Ну и, конечно, нет ничего более приятного, чем когда ты что-то говоришь или делаешь, и люди смеются и получают положительные эмоции. Конечно, комедии. Смотреть я люблю комедию. И так трагедии у нас очень много вокруг. Нравится мне все-таки легкость. Вот легкость люблю. Посмеяться люблю. Предпочитаю комедию, но снималась я и в хоррор, снималась и в акшн в основном. Но думаю, что все еще впереди. Слушай, смотри, а как там вообще происходит процесс, что ты попадаешь в какой-то проект? У тебя есть агент, да? Как вот люди находят этого агента? У всех ли есть агент? Или агент находит человека, актера? Какой там процесс вообще? Открой нам тайну. Изначально, когда ты поступаешь в институт, если тебя берут, во время обучения происходят проекты, есть студенческие фильмы, картины. Ты набираешь некий бэкграунд, и, конечно, чтобы получить своего сначала менеджера, менеджер находит агента, чтобы менеджер захотел с тобой работать, необходимо иметь хэдшот свежий, желательно три или четыре разных, свое резюме, и тут замкнутый круг. На этом резюме должны быть написаны работы, в которых ты участвовал. И, конечно, студенты, мы стараемся все снимать сами, делать что-то побольше сами, показывать свои возможности на экране самостоятельно. Таким образом, показывая амплуа и свои возможности, они уже, агенты видят, что есть перспективы, есть перспективы, есть данные. У меня получилось как? Я именно как балерина попала, да, танцовщица, с хорошим, с хорошим бэкграунд, и, в общем-то, такая редкость там, чтобы была англоязычная россиянка с определенной внешностью, и еще и танцующая. То есть, в принципе, у меня были большие перспективы участвовать. Изначально даже хотели снимать флэш-дэнс, фильм, помнишь такой фильм флэш-дэнс? Нет. Про иностранку, которая приехала в Америку, и она черненькая, она танцевала, и вот у нее пошла карьера вперед, она добилась успеха в Голливуде. Я снимал Paramount Pictures. И я помню, что мое танцевальное резюме, то есть у меня не было работ актерских, но у меня было очень много видео танцевальных, и они зашли. То есть, изначально первый мой кастинг, который я проходила, был Paramount Pictures на главную роль в фильме флэш-дэнс, вторая часть. А английский ты когда выучила? Почему ты хороший английский? Английский я выучила через полгода после того, как я приехала туда. А то есть для этого ты не супер? Вообще совершенно не говорила ни слова. У меня была такая мотивация, серьезнейшая. То есть ты там учила уже язык? Я выучила язык на месте, я полностью ликвидировала любое общение на родном языке, чтобы быстрее я смотрела фильмы постоянно. У меня была очень серьезная мотивация. Короче, погружение полное. Именно когда флэш-дэнс, если бы я получила эту роль, но это грандиозная картина, мне сказали, что, София, мы бы тебя взяли дословно, но мы не понимаем ни слова, которое ты говоришь по-английски. А, то есть у тебя такой акцент был? Не то, что акцент, я не понимала. Я учила слова вот как sit, stay, go, fine, вот так вот. То есть я не понимала, что я говорю. И, соответственно, он не лился из меня. И мне нужно было выучить язык как можно быстрее. Тебе сказали, что у меня отличные данные, что я умею перевоплощаться за счет того же танца. Ну, это круто, потому что они тебе дали веру в тебя. В том плане, хотя у тебя не было языка, да? Много, на чем можно было бы заморочиться. Богатый внутренний мир, который был натренирован танцами и погружением в атмосферу, да, балетного искусства. Пластика, движение. Все было, кроме языка. И, конечно же, я взялась за себя прям очень плотно. Через полгода, я помню, что я уже видела сны на английском языке. Я приставала к людям на улице. Я подходила к людям, говорю, I'm sorry, правильно ли я говорю это слово или вот это слово. Они меня исправляли, объясняли, как правильно, улыбались. Мне очень нравится вот именно то, что можно, не стесняясь, подходить к любому человеку. В общем, ты создавала себе тренинг сама такой, да? Да, я когда приземлилась в LA, я поняла, что здесь у меня есть возможность представить себе, что я начинаю жизнь абсолютно с чистого листа. Никто не знает, кто я, никто не знает ничего из прошлого. И я могу, как в фильме. Я жила там, как в фильме. Я создала себе себя, как героиню определенного романа, где я приехала в Голливуд и должна чего-то добиться. Я в это поверила. У нас звучит отечественная музыка. Пожалуйста, но зато, но зато, да. В твой лексикон новое слово, пожалуйста. Вислава. У нас трансформация. Еще один дозвонившийся по номеру 495-276-089-9 сюда к нам в студию. Практически просто на домашний телефон Софья только что и набрала нам Юля. Юль, привет. Юля, привет. Здравствуй. Добрый вечер. Юль, ну ты не подставная, скажем, мы все сомневаемся. Ну ладно. Ты подставная? Юль. Почему? Нет? Нет? Ну тогда говори. Все, тест пройден. Давай. Твой вопрос. У нас Софья Скай, актриса, балерина в гостях. Да. Так скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос. Сейчас много выходит фильмов, которые рассказывают о том, как создаются в принципе фильмы, что есть дублеры у актеров, которые подменяют их в каких-то сценах. Ну однажды в Голливуде. Мне интересно в вашей практике, опыте, было ли что-то, на что вы как актриса, как человек не могли пойти какие-то эксперименты и где вам помогал как-то дублер или человек, который за вас сделал какие-то сложные трюки или что-то. Ну да, понятие у нас просто не так много времени. Спасибо. Спасибо за вопрос. В самом первом фильме, в фильме Лигея, снятом по короткому рассказу от Горалана По, была ситуация, где мне нужно было, мы, кстати, снимали вот часть фильма в Крыму, и вот там есть такая красивая башня, сейчас вылетела из главы названия. Балаклава. Балаклава, да. Я просто севастополе родом, я знаю. Вот, мне нужно было залезть на самую вершину этой крепости и совершить полет оттуда в виде суицида. Вот. И как бы мне не хотелось сделать этот прыжок самостоятельно, просто... Ну ты сидишь здесь живая, да, все понятно. Да, режиссер, естественно, работал дублер, прыгала девушка на коробку, на коробке мы все с придыханием смотрели, там куча была коробок, где-то в три этажа, наверное, и нужно было... Меня держали тросы, я должна была нагнуться, и вот последний кадр, как я уже и сзади, как вот я вылетаю вниз. И мне было страшно даже за нее, потому что все равно скрепки, все равно все это сильный удар, но вот такие действительно жизненно опасные приемы, трюки делают дублера. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что есть такие сцены, в которых я бы не хотела, например, выступать лично, где я хотела бы, чтобы за меня работал дублер. Это откровенные сцены, например. Серьезно, да? Ну да, есть определенные какие-то... Хотя, конечно, это часть работы, но речь идет о... Короче, голодом ты сниматься не будешь. Ну да, я бы не стала. Нет, подожди, вот ты сбила. Вот сейчас уже Софья, думаю, скажет, какие именно, понимаешь? Ну вот как-то, да, как-то эстетически, со спины, там, какие-то части, да, вот так, чтобы полностью... Ну, картина должна быть достойная. Все-таки предложили. Ну и сразу же что-нибудь, что-нибудь, вот знаешь, вот... А правда, да. Моника Белуччи, Моника Белуччи в фильме «Необратимость» не наш вариант. Ну да, вот как раз здесь я бы поспорила. Серьезно, серьезно. Там просто такая жесткая сцена, извините меня, с Винсентом Касселем. Ну так себе. Но это же вкусно. Это, конечно, муж и жена были, да. Они муж и жена, они же комфортно чувствуют. Анжелина Джоли играла с... Соблазн? Соблазн, да. Потрясающе. Смотри, у нас просто хочу... О, можно вопрос один задать? Смотри, вот возраст. Там во сколько начинают? Как у нас? Есть ли какие-то табу возрастные? Потому что актерская система так или иначе связана с этим у нас, по крайней мере, в России. Начинать надо рано. Вот это мне больше всего нравится, почему я привезла свою студию, открыла именно студию актерского мастерства, потому что там их очень много. Не важно, сколько тебе лет, и не важно, что ты закончил. Именно начинать. Прийти и с нуля начать и заниматься в студии. Более того, не только в актерской студии тебе захотелось начать какую-то другую карьеру. Всегда есть закрытые, закрытые, закрытые школы для тех, кто хочет свои навыки каким-то образом или повысить, и пробовать, и так далее. Конечно, есть люди, которые в 60 лет приходят к нам, у них харизматичная внешность. На улице остановлено. Дерзайте. Конечно, говорят. Друзья мои, дерзайте. Дерзайте. Сколько бы вам ни было годков. Друзья, Софья Скай была у нас в гостях, актриса, балерина. Спасибо тебе большое, тренер. Увидимся. Спасибо большое. Мы скоро вернемся. Спасибо. Мы скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok